Как всегда в это время, ваше медицинское ток-шоу Алло, доктор, программа, которая не безразлична Ваше здоровье Отдых и здоровье Здоровый отдых Возможно ли это? Тема нашей сегодняшней программы Санаторно-курортное лечение Каким оно должно быть? С вами в студии, как всегда, доктор Евгений Шевчук Мы начинаем Сегодня у программы Чи вы решили вы, куди поехати Цего літа? Та че знаете, як правильно Відпочивати людям Із хронічними захворюваннями? Медичный туризм, новий Та унікальный в Украине напрямок Оздоровления та відпочинку Тож, як зробити правильний вибір Та провести це літо з користю Для свого здоровья? Все про медичный туризм Перше у вашему медичному ток-шоу Алло, лікарю Я представляю гостей Нашей программы Миенко Тамара Георгиевна Руководитель компании Санаторно-курортного лечения За границей Здравствуйте, Тамара Георгиевна Здравствуйте И Скачко Борис Глебович Врач-терапевт, гастроэнтеролог, фитотерапевт, диетолог, реабилитолог Добрый день Добрый день И мы благодарим генерального спонсора нашей программы Компанию Стерол-Биофарм Стерол-Биофарм Украинские традиции Европейского качества И хотел бы напомнить Телефон нашей студии 490-11-34 Звоните, не стесняйтесь Мы ждем ваши звонки Первый вопрос, который хотел бы задать Наверное, Борис Глебович Больше это к вам Что же такое Санаторно-курортное лечение? Ну, это когда человек Не болен И не здоров И вот эта комбинация Это состояние уникальное Позволяет ему выехать Ну, скажем так В другую климатическую зону И отдохнуть, восстановиться Потому что, когда человек болен Он приехал в остром состоянии Какой-то болезни На санаторно-курортное лечение Где природные факторы Помогают организму Ну, скажем так Раскрыться Оздоравливаться И вот те все обменные шлаки Все эти, ну, скажем так Сложности по здоровью Они выползают, как грибы Потому что больно-логические реакции Еще никто же не отменял Здоровый человек, в принципе Он не сильно мотивирован В плане поехать в санаторий Отдохнуть Хотя, по большому счету Мы едем, как правило К морю, в леса, в горы Отдыхать Это тоже, фактически, природные санатории Где единственное Что мы используем Просто только природные факторы И больше ничего А санаторно-курортное лечение Подразумевает массажи Там какие-то Мы еще обязательно об этом поговорим Которые усиливают действие Тех природных факторов Которые там есть Тамара Григорьевна Вы руководитель компании С многолетним опытом туристическим Главный мотив для вас Было заниматься вот этим направлением Санаторно-курортное лечение И в частности за рубежом Почему? Почему вы к этому пришли? Ну, в определенный момент Мы поняли, что наших туристов Интересует не только отдых И не столько отдых Сколько здоровый отдых Потому что, находясь в Турции Находясь в Египте При обслуживании Ну, высококлассном обслуживании И при изобилии Полном изобилии пищи И абсолютном отсутствии режима Люди, отдыхая Получают еще и какие-то стрессы Ну, можно сказать, даже пищевые Ассортимент невероятный Объемы еще более невероятные И вместо того, чтобы получить Здоровье на отдыхе Люди зарабатывают себе Различные желудочные Печеночные проблемы Вам жаловались ваши клиенты? Ну, зачем только клиенты? У меня не только клиенты жаловались Мы сами жаловались Мы сами ездили А вот, Борис Львович А вам жаловались ваши пациенты? Потому что у Тамары Георгиевны Это клиенты, знаете вот А у вас это все-таки пациенты Ваши пациенты жаловались Есть ли вы наблюдали такую статистику Когда после летнего периода Происходит, знаете, такой некий наплыв Пациентов у вас И он связан Вы связываете его Вот с тем неправильным отдыхом О котором сейчас говорила Тамара Георгиевна Конечно, летний отдых Это специфический отдых Наплыв, как правило У терапевта-гастроэнтеролога И у венеролога По разным причинам Потому что вот все включено Вы знаете Там он начинает холодок пробегать Когда человек приезжает И все включено И он не знает Как этим включено воспользоваться И вот тут появляются реальные проблемы Потому что Ну, человек реально этого не знает Он не врач Большинство врачей, к сожалению, тоже Они к системе питания Относятся немножко скептически Считают, что вот волшебная таблетка И все будет включено Все вылечишь На самом деле Когда человек приходит Допустим Я ему объясняю Что вот это лучше кушать так Это лучше до этого Это после Это во время Это исключить вообще В принципе по жизни Только смотреть безопасно Вот тогда люди приезжая На все включено Они понимают Что им можно Что они могут себе позволить А что лучше позволить В меньшем количестве А что не подсаживаться на это У меня, кстати, вот Многие, знаете Когда приходишь в компанию Сидит, фуршет, все Вот И когда смотрят Как, почему вот это Вот это, вот это Не берешь Зачем Я понимаю, что это в лес Вы сейчас делаете акцент Борис Львович Вы делаете акцент на питании Тамара Георгиевна Тоже говорила о питании Но, вы знаете Я Ну, мы каждый Были неоднократно И в Турции И в Египте Неужели так все плохо? Неужели в этих странах Нету санаторно-курортного лечения? Вот мне просто интересно Ваша точка зрения, Тамара Георгиевна В этих странах есть? Можно и получить здоровье И отдохнуть? Или же все-таки Здесь большой знак вопроса? Ну, во-первых Дело не столько в странах Сколько в системе Которая подается для отдыха То есть, либо это отдых пляжный Так называемый Где задача не оздоровить А, ну, наверное Обеспечить клиента Полным спектром услуг Или, может быть, даже сверх этого Поэтому предлагается Вот эта система питания Все включено Когда питание происходит Фактически в течение всего дня С утра до вечера Жаркое солнце Алкогольные напитки Неконтролируемые Нашему Пациенту В будущем А настоящему Нашему клиенту Трудно понять Что такое Я могу подойти в бар Выпить все, что я там вижу Прийти в ресторан Побольше вывести здоровье Все, что там стоит Выйти после этого Еле дыша На веранду А на веранде подают Еще шашлыки Жарят А за шашлыками Там подают пирожные А за пирожными Лепешки И тут уже наступает Время ужина Ну как не пойти на ужин И так далее И этот круговорот Плюс к тому, что В курортах Вот и Египта И Турции Есть еще и ночной ужин Еще плюс ночной ужин И два часа поспал Опять кушать И это безумие Продолжается Семь дней И через семь дней Ты даже не вспомнил О том, что ты вообще Приехала здоровиться Оказалось, что мы В самом начале Мы в самом начале Передачи Так немножко Запугали наших телезрителей Мы расскажем о том Каким должен быть Санаторно-курортный отдых После нашего сюжета Санаторий Это лікувально-профилактичный Заклад для лікувания Та оздоровления З допомогою природних факторів В поединенні з дієтою Та фізиотерапією З природних факторів Використовують Клімат, мінеральні води Грязі, морські купання Сонцелікування Тощо Иснують санаторії Загального типу И спеціалізовані Відповідно До певних Групп захворювань Вы смотрите программу Алло, доктор Спасибо, что вы с нами Тема нашей сегодняшней программы Санаторно-курортное лечение Каким оно должно быть? И тема Я прошу прощения Телефон нашей студии 490-11-34 Звоните Не стесняйтесь Мы ждем Ваши телефонные звонки Борис Глебович Каким оно должно быть? Санаторно-курортное лечение? Оно должно быть адекватным То есть Есть у человека Определенное состояние здоровья Нужно обязательно Обследоваться И после этого Когда мы определяем Уже набор заболеваний Тогда можно выбирать курорт До этого Лучше не стоит Потому что Знаете Вот если сосед съездил На один курорт А коллега по работе На другой И у них есть хорошие отзывы Это не значит Что этот курорт Подойдет именно тебе Все-таки тут Выбор должен стоять В экономическом плане За пациентом Или за человеком Который хочет этим воспользоваться А вот указать Дать набор Скажем так Сюда Тот же вопрос Вам Каким должен быть Санаторно-курортный Отдых Или лечение Я Вы знаете Специально меняю эти слова Отдых и лечение Потому что Мне кажется Это одно и то же А может быть и нет Вот с вашей точки зрения Санаторно-курортное лечение Или отдых И каким они должны быть Ну поскольку Наша фирма Все-таки туристическая Конечно Мы начали с того Чтобы предложить Нашим клиентам Хороший отдых Но на фоне Выше сказанного Мы обратили внимание На то Что Вопросы задавали Следующим образом Есть ли на ваших курортах Диетическое питание Есть ли детское питание На этих курортах Это неоднократно Если у нас едет семья И много детей Их интересует Конечно же Есть ли там детское питание Как оно выглядит Что это такое Что такое вообще Диетическое питание И когда мы Неоднократно И просьбы А как же Куда с ребенком поехать Вот ребенок 6 лет 7 лет 3 года Куда поехать С таким маленьким ребенком Отдыхать В жаркие страны На фоне всего этого У нас Ну конечно же Случились случайные встречи На выставках С представителями Санаториев Европейских И первая страна В которую мы поехали С которой мы начали сотрудничать Это была Словакия И оказалось Что санатории Словакии Не просто Хороши собой Они уникальны По водам Которые там есть По количеству санаториев Словакия Словакия страна маленькая А курортов Более 25 И курорт Один курорт Это не один Корпус Например Это 5-6 Отелей Разного уровня Питание там Предоставляется Как диетическое Так и Собственно говоря Лечение Понимаете Сейчас то что мы с вами говорим Это как бы такой базис Если там лечение Сейчас я подойду к лечению Так вот Человек Приехавший на курорт Лечиться Поверьте мне Задает первый вопрос Что там Предоставляют нам В качестве пищи А второй вопрос А какое там лечение И когда мы Поговорили о пище Мысленно он наелся И слушает внимательно Какое там Предлагается лечение Какие заболевания Какие проблемы Можно туда привести Оказывается Что все эти проблемы И есть у нас дома У каждого пациента У каждого клиента Так или иначе Либо дети Либо взрослые Нуждаются в том Что предлагают Эти курорт Давайте послушаем Телефонный звонок Здравствуйте Добрый день Слушаем вас Алло Подскажите пожалуйста А насколько Вообще Дороже Стоит Лечение Вот В санаториях В Словакии Да Вот вы сейчас говорили Чем В Украине Спасибо Спасибо большое Спасибо большое За вопрос А вы знаете На самом деле Вот это тот вопрос Который И я хотел задать Потому что знаете Мы Ведь у нас то Не все так было плохо И мы с вами знаем О том Что у нас есть С моей точки зрения Неплохие базы Это Недалеко и от Киева И Западная Украина Санаторно-курортных Комплексов Вот Почему Действительно Почему Вы выбрали Словакию Почему Не знаю Это западная Украина Почему это Не какой-то Очень Недалеко стоящий Санаторий Мы проводили Сравнительный Анализ Состояния Наших Санаториев И Санатория Словацкой Республики Но произошло Это потому Что действительно Нам задавали Вопрос Почему Вы предлагаете Словакию Почему Вы не предлагаете Это дорого Харул Саки Это дорого Это Может вас удивить Давайте Давайте Будем удивляться Это может даже Быть дешевле Чем в Украине Вот так Это отдых О котором Мы ничего не знаем Об этом ничего не знают Ни украинцы Ни врачи С которыми Мы сейчас Очень плотно Сотрудничаем Вы что-то об этом знаете Вот вы согласитесь С Тамарой Георгиевной Или нет Или скажете Что у нас Все здорово И вы скажете Что Ну чего туда В ту Восточную Европу Тоехать Может быть И здесь У нас Все неплохо Санаторий Я там не был Не знаю Но в Европе В принципе Цены На многие продукты Ниже чем у нас Я говорил Меня интересуют Исключительно Санатории В Украине Санатория Вы были В санатории Ну когда-то Был Да Но это было Очень давно Вы своим пациентам Рекомендуете Санатории В Украине Или например Восточной Европе Например В основном Раньше Рекомендовал Украину Потому что В принципе Я не знал Что там В принципе Можно дешевле Потому что Тамара Георгиевна Говорит правду О том что Врачи К сожалению И это подтверждаете Вы что Врачи не знают Ну практически Для большинства Ценовая категория За границей Это дороже Для вас Критерий выбора Санатория Какой Отлично для вас Потому что Вы знаете Я абсолютно соглашусь Вот сейчас Тамара Георгиевна Говорила Мне кажется Фундаментальную вещь Что Мы сотрудничаем С врачами И в санатории И вы точно так же Об этом говорили Очень важно Чтобы направляла Не турфирма Нет конечно А направлял доктор Пусть это будет Через турфирму Через Это упрощает Это не вопрос Но должен Это направлять доктор Конечно Для вас критерий Для меня критерий Результат То есть Эффект должен быть Там Не просто человек Съездил Отдохнул Ему понравилась Скажем так Окружающая среда Понравилась Чистота в номере На территории Он должен получить Результат Он должен получить Услуги Которые Ну скажем так Чем-то отличаются От тех услуг Которые он может Получить под Киевом Например Повторюсь Вот вы говорили о том Что вы направляли Раньше Сейчас вы не Направляете Вы видите В этом Низкоэффективность Когда вы будете Направлять В Украину Нет Эффективности В этом не вижу Все таки Кризис Последние годы Он немножечко Людей ограничил Возвольности То есть Прежде всего Это финансово Но Вот тогда Тамара Георгиевна Клиенты Пациенты Приходящие К вам В любом случае Мы понимаем Что обращаются В туристическую фирму И они отдыхают Можно ли Сочетать Вот эти Санаторно-курортное Лечение И санаторно-курортный Отдых Вот если мы говорим Например Я не буду говорить Например О Словакии Или там Словения Хорватия Черногория Без разницы Вот эти два направления Отдых И лечение Санаторно-курортный Его можно совмещать Вот то что вы говорили Например На примере Словении Там есть Такие Такая возможность Словакии Да Словакии Да Безусловно На мой взгляд Это нужно К этому нужно В общем-то Уделить особое Внимание В нашей стране Потому что Конечно же Отдых там Безусловно Роскошный Совершенно Колоссальное количество Предложено Экскурсий И страна Очень красивая И замки И природа И города Рядом Столицы Европы Европейских стран И Вена И Будапешт И То есть Отдых там Можно проводить И активный Можно отдых Проводить И лечебный Борис Еврович А вот Вы знаете Ну Насколько важно Чтобы Доктор Был Неважно Это В Европе В санатории Или в Украине Чтобы он понимал Не Ну конечно важно Чтобы понимал Куда он направляет С одной стороны Доктор здесь должен понимать Профиль санатория Который Который он направляет С другой стороны Доктор там Принимающая сторона Должен понять Что от него хочет Доктор Местный То есть Должен быть безусловно Между докторами Какой-то контакт Какое-то взаимопонимание Тогда появляется Приемственность Тут мы полечили Человека И на реабилитацию И на закрепление Мы отправили туда Он вернулся оттуда Более здоровым И он реже попадает Здесь На лечение Он опять-таки Более трудоспособен Он может Применить себя Не только В хождении Между кабинетами Поликлиник Вас приглашали Хоть раз В один из санатория В Украине Посмотреть О том Какие процедуры Новые появились Какая уникальная вода Да или нет? После Чернобыля Да Один раз Меня пригласили Даже планировали Я напомню 86-й год Уже Слава Богу Скоро будет 30 лет Это был где-то 89-90-й Да И Увы Ну Закончилось На уровне Поговорили И все К сожалению Ну понимаете Врачи в санатории Они имеют Свои возможности И они не хотят Терять свою марку Они считают Почему-то Что если кто-то Им посоветует Сделать что-то лучше Он уронит себя Он не уронит себя Он приобретает Вот это Давайте послушаем Телефонный звонок Здравствуйте Здравствуйте Послушайте пожалуйста Меня интересует Такой вопрос Лечит ли на Курорт в Словакии Кожные заболевания Если да То какая применяется Методика лечения Ну такие конкретные вопросы Борис Глебович Вы готовы ответить? Ну я лечу Я лечу на территории Украины Хорошо А вот если мы говорим О санаторно-курортном Ну вы знаете Нужно им вкладывать Тот стереотип Моих лечебных действий Которые я имею Потому что Санаторно-курортное лечение Вам было бы важно Если я вас правильно То что сейчас я слышу Вам было бы важно Поехать в санаторий Например Вот как наши телезрители Спрашивают о Словакии Посмотреть И Словно говоря Тогда бы вы могли бы Рекомендовать Или не рекомендовать Санаторно-курортное Я правильно вас понимаю? Конечно Конечно Врач должен иметь Какую-то информацию Вы знаете Я не знаю о том Что вот как раз Тамара Георгиевна Вот в этом направлении Она и возила Врачей В Словакии И у нас есть Целый сюжет Посвященный этому Давайте его Обязательно посмотрим Я не знаю Может добавлю что поеду Если вы уйдете на море Съездите на Азовске Наверное Вот До бабушки В село Дитячих оздоровочих Закладов на Украинских Узбережьях Було небагато А тепер Залишились Лише дитячі Табори Та заклади Специалізованного Лікування Поблизу Карпат Есть здравница Лечебница У нас в Трусковце Где лечат Детей С проблемами Центральной нервной системы И опорно-двигательного аппарата Вот дети С ДЦП Допустим Она у нас На уровне Европейском Мировом Але ціни на путівки У санаторії На заході країни За словами лікарів Неприємно Підскочили Тому Залишаються Літні табори Якими діти Загалом Задоволені Але бачать там Свої недоліки В таких реаліях Можливість Оздоровити дитину У санаторіях За кордоном Більш ніж Приваблива Привлекательна тем Что это действительно Санаторий Где оздоровлювают Детей Где решают проблемы Обменные проблемы Допустим Ожирение достаточно актуально Где решаются проблемы С почками Решаются проблемы Онкологические Кульмонологические Допустим Дыхательные системы Решаются проблемы С кожей Представники Курортів Словарщини Та Болгарії Запросили наших лікарів Аби ті пересвідчили Що українським Батькам і дітям Пропонують Якісне санаторне лікування Как ми раніше Єздили з інспекцією Готовність Санаторію Курортів Детських Крыму Два раза в году Подготовки к сезону Точно така же Інспекція Була предложена І були поїздки Наших докторов Вони опробировали На себя І процедури І воздействие воды Как в питье Так і в бальнеології І в общем-то Отзывы Достаточно Більше п'яти санаторно-курортних закладів Різного профілю Через наших туроператорів Запрошують дітей і дорослих Вже цього року В нас же діти оздоровлюються в умовах І за методами, які не мінялися з минулого століття В Європі пропонують умови, що навіть не нагадують лікарню А методи та обладнання сучасні і стандартизовані Перш ніж пропонувати таку альтернативу батькам Ми заздалегідь пересвідчились в турагентстві У доступності таких путівок Діти на пропозицію самим обирати, чого хочуть, зупиняються на природі Батьки все ще в сумнівах, навіть попри лояльні ціни Нехай бажання дітей співпадають з вашими можливостями Леся Кобзар, Руслан Карданов Для вашого медичного ток-шоу «Алло лікарю» Вы смотрите программу «Алло, доктор» Спасибо, що ви з нами Тема нашої сегодняшній программы – «Здоровий отдых» Я хочу напомнить, телефон нашей студії – 490-11-34 Звоните, ми ждем ваші телефонні звонки Борис Леович, ви знаєте, к моєму огромному сожалению Я так понимаю, що ви просто до ефира не знали Тамару Георгию І не поїхали в Словакию для того, щоб узнать, как же там действительно проходит санаторно-курортне лечение Но давайте ми с вами немножко пофантазируем Для вас, як фитотерапевта, для гастроэнтеролога, для человека, который с большой практикой Все-таки, какой критерий би выбран был санаторием? Это вода, это воздух Ну, вы знаете, ну вот, или те методики, о которых мы с вами сейчас услышали Уникальные методики в этих санаториях Ну, кроме природных факторов Конечно, санаторий ставится обычно в хорошей климатической зоне, где воздух чистый Обычно это либо леса, либо горы, либо рядышком где-то какой-то водоем То есть это, в принципе, один из факторов Питьевые, конечно, тоже Какие-то минеральные воды, вот Они тоже, в принципе, могут решать определенные задачи Конечно, можно туда еще и мои травки добавить То есть какие-то настои, отвары сделать То есть можно усилить это действие То есть это да Плюс есть, ну, традиционные там массажи, различные физпроцедуры Которые, в принципе, наверное, есть во всех санаториях плюс-минус разного профиля То есть они, как бы, дополняют все действие И, скажем так, усиливают лечебный или реабилитационный, восстановительный, профилактический эффект Все зависит от того, на каком уровне здоровья человек туда попал Давайте послушаем телефонный звонок Здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас У меня дитё болеет сахарным диабетом с 8 лет Сахар тяжелой формы Нам врачи везде отказывают У тёлка Потому что нигде его не берут С такой формой болезнь Скажите, пожалуйста, вы где-то отдыхали? Вам давали направление на бесплатное санаторно-курортное лечение в Украине? Нет Нигде и никогда Спасибо большое за вопрос Ну, я думаю, что здесь, как бы, к двум нашим экспертам этот вопрос относится Первый Показано ли санаторно-курортное лечение при тяжелой форме сахарного диабета? И будет ли оно здесь эффективно? И второй вопрос мы, конечно, хотели бы услышать Если, Борис Глебович, конечно, скажет, что да Это где бы, вот, вы рекомендовали бы то направление Я понимаю, что не конкретно, а направление, где бы можно было бы это осуществить Ну, в данном случае основное лечение инсулин и правильное питание Поэтому там, где будет обеспечено диетическое питание Такой человек может пройти курс реабилитации И самое главное, чтобы переезд в эту зону, к этому санаторию не вызывал у ребенка стресс Потому что стрессовая ситуация сама по себе может обострить течение диабета И может, ну, скажем так, вернуть пациента к месту жительства Самое главное, чтобы человек был скомпенсирован То есть, санторно-курортное лечение не противопоказано? Не противопоказано Тамара Георгиевна, из вашей практики Я понимаю, что в данной ситуации все-таки рекомендуют И это ваша политика, вашей компании Когда назначение делают врачи И вы являетесь неким только проводником Между доктором и между санаторием Но из практики, где бы вы встречали те направления О которых мы сейчас услышали в вопросе нашего телезрителя Да, в Словацкой Республике есть курорт Называется Бордиевские купели В котором принимают детей И с сахарным диабетом в том числе И рассказывают У нас была встреча с врачом Она нам рассказывала о том, что такие дети есть Такие группы даже детей есть И результаты очень хорошие Знаете, у нас от наших телезрителей может сложиться впечатление Что у нас кроме Словацкой Республики У нас как будто бы вот сегодня в программе День Словакии Вот я хотел бы, чтобы, знаете, мы немножко развеяли Наверное, да Хорошо, есть еще Болгария В которой тоже есть курорт Небольшой курорт Это не морской курорт Это курорт находится недалеко от Софии В такой лесополосе И там есть и врач И там есть очень хороший источник Которые тоже принимают сахарный диабет Но там, правда, они стараются брать второго типа деток А вот Бордиевские купили Дело в том, что в Европе Санторно-курортное лечение Особенно там, где есть горячие источники Маленьких детей И вообще детей до 16 лет Вообще мало кто принимает Для этого в Словакии Выдается специальная лицензия на курорт Где это можно делать Так вот, Бордиевские купили Это как раз тот редкий случай Где можно приезжать с детьми С различными заболеваниями И они их берут И единственное, что у них просьба Или даже может быть Ну, не требование, я не знаю как Указание Одно из рекомендаций Рекомендации или условия Чтобы лечение и отдых Там был не меньше двух недель А желательно три недели Вот я как раз хотел Обязательно поговорить О сроках пребывания Но после нашего телефонного звонка Здравствуйте Олег Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Вот по поводу Несахарного диабета Второго типа Где вода Как специалисты Оценивают Вода лучше В трусковце Или в моршине Спасибо Спасибо большое за вопрос Ну, тут в зависимости от того Где больше патологии То есть Трусковец больше Лечит патологию Скажем так Печени Желчевыделительной системы А моршин Ну, скажем так И кишечник тоже То есть Как бы Тут Нужно смотреть уже По тому комплексу заболеваний Которые сопутствуют диабету Потому что Диабет Это не единственная патология Которая может быть у ребенка Тут же нужно смотреть Что в большей степени доминирует Я бы отправил больше в трусковец Потому что все-таки Диабет И первого, и второго типа Он больше завязан На работе печени Не поджелудочной железы Тамара Георгиевна Вот мы сейчас Перед телефонным звонком Затронули тему Это Длительность пребывания На какой период времени В среднем Вы отправляете Пациента В западную Европу Как правило Ну, мы знаем Это 7-10 дней Это наш отдых стандартный Если мы говорим Об отдыхе Вот Санторно-курортное лечение Или санторно-курортный отдых Сколько дней должен Минимум длиться Опять-таки Мы не говорим сейчас О врачебных Мы спросим Этот же вопрос Бориса Глебовича А вот из вашей практики Ну, если мы говорим О санторно-курортном отдыхе То это, конечно Не меньше, чем 2 недели 14 дней 14 дней Желательно 21 Но мы понимаем Прекрасно Что 21 день Ну, это роскошь На сегодня То есть это очень Экономически тяжело Но Экономически Как раз Я вам должна сказать Что цены позволяют Отдыхать и 3 недели И 4 недели В зависимости от мотивации Но цены там Все равно невысоки И уровень Ну Обслуживания Уровень Самих процедур Настолько высок Что это Это дает результаты На годы Есть такие отзывы Вопрос только в том Чтобы человек понял Что именно здесь Ему помогут А это могут сделать врачи Тот же вопрос Насколько бы вы Рекомендовали Отдых И лечение Ну Сам по себе Переезд И адаптация К новому месту Жительства Срочная Это 3 дня Среднесрочная Неделя Максимальная 2 недели То есть Если человек едет В срок До 2 недель Он не успел Адаптироваться К одним условиям Он возвращается Опять-таки В свои же У него месяц Иммунная система Мягко выражаясь Испытывает напряжение Поэтому безусловно Отдых должен быть От 2 недель И больше Дальше уже Ну скажем так Больше месяца Это уже Отдых начинает Немножко напрягать И лечение тоже Поэтому где-то Вот в этих рамках Я абсолютно согласен Где-то в этих рамках Должен остановиться Человек В выборе Или отдыха Или лечения В другой климатической зоне Или в другом месте Скажем так Ином А я бы еще добавил И отдыха И лечения Да Ну это же можно объединить И у нас есть телефонный звонок Здравствуйте Добрый день Скажите, пожалуйста Диагноз у дитины Глиома головного мозга Нам потребны Оперативные вручания Ну В Киеве Трепанация черепа За кордоном Мы не можем позволить Альтернативу Чи можем мы Спорестатись Медичным туризмом Настолько это нам Обидится И дорого Спасибо Спасибо большое за вопрос Ну вот Вы знаете К сожалению Ну вот Очень многие считают Почему многие боятся Вот мне хотелось бы Услышать от вас Тамара Георгиевна Медицинский туризм И то Чем занимается Ваша компания Это одно и то же Вы Направляете Вот санторно-курортное лечение И лечение За рубежом Это одно и то же Или нет Ну На сегодняшний день Мы занимаемся Конечно Санторно-курортным лечением Больнеологией Хирургия И вот такие вот Серьезные вмешательства Пока что у нас В планах нет У нашей фирмы Другое дело Что в силу Так сказать Ну Наших Обстоятельств И наших Знакомств И пересечения Интересов С курортами С врачами Беседы За рубежом У нас Есть Интересные Предложения Уникальные Программы Это все присутствует И если Людей интересует Действительно Насколько Вот Развито Это все За рубежом То нужно звонить Я думаю Что уже уточнять Более подробно Нужно Приходить Нужно иметь Конечно же Анализы Нужно обращаться На курорты Можно Нужно И можно Отсылать Эти документы Все На курорты Врачи Готовы это все Принимать Вообще Курорты Европейские Готовы принимать Наших пациентов С направлениями Наших врачей О том Когда нужно Оздоравливаться Мы поговорим После нашего сюжета Бачите аварию? Першим же делом Выкликаете швидку В середине салона Находится человек Который самостоятельно Выбраться не может То ли он без сознания То ли по какой-либо Другой причине Подходя к машине Убедитесь Что не вытекают Горюче-смазочные Материалы Желательно под колесо Подложить что-нибудь Чтобы она не покатилась Если дверь открывается Открывайте ее Визначити Чи людина Притямий Найпростіше Запитавши будь-чо Притримайте Потерпілого За плаше Винкніть Запалювання Дверь можно Открыть С другой стороны В салон Можно зайти Ни в коем случае Не залазьте В салон Головой Может сработать Несработавшая Подушка Безопасности Хорошо бы было Освободить Из машины Вдруг она взорвется Или еще что-то Тут безопаснее Будут освободить А не дожидаться Непонятно чего Но как бы я не уверена Что я физически Будь смогла это сделать Если правильно Розпределить Вагу Усе Выйдет Ухватились За ремень И повернули На себя Руку На грудную клетку Второе С подмышки На грудную клетку Приезжались К нему И вынули Себе На бедро Главное Чтобы ваши руки Лежали на предплечья Пострадавшего А большие пальцы Были вынути Наружу Это называется Спасательный ухват Представными шагами Продолжая удерживать Его вес Себя на колени Дошли до нужного места Стали с ровной спиной И опустили его На попу Вынули руку Перехватили голову Убрали колено И уложили После этого В первые минуты Можно сказать Явыще шоку Разбита машина Травмованные люди То есть Не оценивают Свой старт Водина Виспевнити Бледак Покритый холодным Потом Втрачает Свидомость Это послужение внутренних органов С кровотечью И даже Переломы Можут давать Такие явления Больного шоку Сподеваемся Эти навыки Не знадобляться Та раптом что Вы сможете Врятовать Это жутя Вы смотрите программу Алло доктор Спасибо что вы с нами Тема нашей сегодняшней программы Каким должно быть Санаторно-курортное лечение Я хочу напомнить Телефон нашей студии 490-11-34 Звоните Не стесняйтесь Мы ждем Ваши вопросы Итак Все мы привыкли О том что у нас Отдых Это лето Ну вот Вот так вот Борис Лебович Вот с медицинской точки зрения Если мы говорим О здоровом отдыхе И о санаторно-курортном лечении Это лето? Ну болезни К сожалению И выбирают сезон Они могут Человека тревожить Любое время года И болезни сегодня хватает Поэтому По большому счету Санаторно-курортное лечение Может быть привязано К обострению Какого-то заболевания После того как человек Прошел какой-то курс лечения И на реабилитацию На закрепление Он может уже Выбрать какой-то курорт И поехать туда Закрепить результат Потому что К сожалению Большинство людей Уходят недолеченными То есть они прошли Какое-то лечение Они получили какой-то результат И он тут же выскочил на работу Потому что он Какое-то время Был от нее освобожден Скажем так И вот это неправильно Потому что Вот эта недолеченность Она потом Аукается очень серьезно Человек не видит Когда он теряет Кучу здоровья своего Просто вот На ровном месте Большинство считает Вот только Вот температуру сбили Все Завтра на работу Наспрок сегодня закончится Кашель закончится Завтра на работу Да нет Ты еще не здоров Ну скажем Банальная пневмония Человек год держит На диспансерном учете За ним наблюдают Потому что Это не самое простое заболевание И по другим критериям То же самое Тамара Георгиевна Если мы говорим о том Что отдых Мы всегда привыкли Говорить о том Что это море Море Океан Острова Ну что-то вот У кого как получается Сейчас мы говорим о том Что мы рекомендуем Санаторно-курортный отдых Или лечение А там моря нет И мы говорим о том Что это лес Это озера Действительно ли Получается ли Отдохнуть Вот то что вы говорили Да Это такой более активный Знаете А вот пассивный отдых Возможен он Это первый вопрос И второй вопрос Если мы говорим Не о лете Мы говорим О весна Осень Зима Возможен ли Опять-таки Санаторно-курортное Лечение И при этом Отдых В Восточной Европе И Возможно ли это Ну конечно возможно Все курорты В Европе И вообще Во всем мире Нацелены на то Чтобы удовлетворить Полностью Своего посетителя Своего клиента И они готовы Сделать вам И экскурсии И концерты И Если это зима То это лыжи Особенно в Словакии Извините Раз уж Нет, нет, нет Ничего страшного Особенно Да Особенно там В таких местностях Где есть источники Поскольку Вода Горячая Из-под земли Поднимается Наверх И источники Это теплые Порой и горячие 72-75 градусов То Все это происходит Вообще на свежем воздухе Бассейны На свежем воздухе В любое время Вообще курорт Санаторно-курортное лечение Это лечение Круглогодичное И отдых Круглогодичный И все экскурсии Круглогодичные И концерты Приезжают Певцы Известные Ансамбли Они устраивают там Ну целое шоу Открытие Фейерверки Для того, чтобы Отдыхающие Не просто пили воду Или делали себе процедуры Ну и вечером отдыхали Танцевали Ездили на экскурсии А это важно? Вот то, что сейчас говорит Тамара Георгиевна Или вот нам важно Вот то, что вы говорили Результат Нам важно Мы направляем в санаторий И нам Ну какие певцы Какие экскурсии Ну о чем мы говорим Нам важно, чтобы После воспаления легких Прошли определенный комплекс Процедур И пациент приехал К нам уже здоровый Для чего нужно Вот то, что говорит Тамара Георгиевна Ну понимаете Если он в принципе Прошел какой-то курс Процедур лечебных Там же на отдыхе У него остается Какое-то свободное время И почему бы Его не использовать Таким образом Ну ведь отдых Не должен напоминать Знаете Советскую больницу Где Я бы сказал не отдых А лечение Да Лечение Лечение не должны Напоминать Ну Оно может быть Комфортным Приятным Знаете Когда раньше На входе стоял Швейцар и не пускал Вот И Вы ездите на лыжах Катаетесь на лыжах Ездил, да Какая страна? Я был у нас В Закарпатье Раха Вы Вы Там есть Огромное количество Санаторий Вам не приходила Мысль Ну в санатории Там турбаз много А в санатории Я там не видел Ну Просто отдых был другой Я ездил просто покататься И Вы знаете На Конец передачи Вот знаете В конце передачи Хотелось бы Подытожить Буквально Вот Чтобы Вот Тамара Георгиевна Что бы вы пожелали Нашим Телезрителям У нас Вот На пороге Лето Да Я конечно Очень хочу пожелать Нашим телезрителям Открыть глаза И У